В начале очередного заседания секретарь суда доложила о явке. На суд не смогли прийти 8 свидетелей, из них трое по состоянию здоровья, один представил подтверждающие документы. В числе свидетелей, которые не явились, Жанна Князева, гражданская жена подсудимого Демура Ахалая. Что касается свидетеля Князева Жанны Анатольевны, то судом по указанному адресу была направлена срочная телеграмма с уведомлением и уведомлена ближайшим образом о дне судебного заседания. Далее свидетель Князева связалась с помощником судей и сообщила, что на данное судебное заседание явиться у него не представляется возможным, в связи с тем, что у него имеется кредитная задолженность и пересечь госкраницу не может. Однако, зная, что ее показания были депонированы, просила суд не оглашать их, пока ей в суд не будет представлен ряд документов, подтверждающих уважительность ее неявки на судебное заседание, а также материально заверено ее заявление. Первый свидетель – Асида Бигвава, жительница Гудауты, близкая подруга жены Эрика Чкадуа Аделе Ахба. Она часто бывала в гостях у семьи Чкадуа, а с сентября 2019 года начала посещать спортзал в Сухуми и приезжала в столицу как минимум трижды в неделю. И если оставалась, ночевала или у сестры, или у Аделе Ахба. Асида Бигвава подтвердила, что знала о домашнем аресте Эрика Чкадуа и всегда во время ее визитов он был дома. В день тройного убийства Асида Бигвава была на совещании Европа в хасформации, о случившемся ей сообщили по телефону. Асида сразу же набрала Аделе Ахба, испугавшись, что та могла стать свидетелем убийства, так как часто бывает на набережной. Около четырех часов дня Асида Бигвава пришла домой к Аделе. Эрик Чкадуа, по ее словам, был дома. Вот я и написала, что я уже вернулась и скоро буду. Это было 15.49. Минут через 10, наверное, я пришла к ним. У Дили была истерика, она очень плакала, переживала. Мы с Эриком ее успокаивали. Эрик тоже отреагировал. Мы тогда знали, что все, уже тогда мы думали, что все трое, девочка тоже погибла. Эти ребята, мы их все знаем, естественно. И Эрик тоже сказал, какой ужас, три человека, еще и девочка. Асида Бигвава рассказала, что на следующий день в субботу Аделе Ахба с подругой уехали на Красную Поляну и вернулись в понедельник после обеда. Забрали Асиду Бигвава в Гудауте и вместе приехали в Сухум. Эрик Чкадуа был дома. В среду Асида снова приехала в Сухум, и Эрика дома не было. Жена сказала, что он плохо себя чувствовал и пошел к сестре. Эрика Чкадуа Асида Бигвава охарактеризовала как мягкого, спокойного человека без агрессии. Прокурор Даур Амич Бахадатайствовал об оглашении показаний Асиды, данных на предварительном следствии, так как она не смогла вспомнить точное время, когда сообщила Аделе Ахба об убийстве. 22 ноября 2019 года примерно в 14 часов 30 минут-15 часов я приехала в город Сухум на совещание, которое проводилось в группе Абхазформации. Через некоторое время мне позвонила моя невестка Трещова Саида Александровна, которая сообщила мне, что на набережной в городе Сухум произошла стрельба. Убили официантку и что отцепили весь город, более ничего подробно она не сообщила. Сразу после ее звонка я позвонила Ахба Аделе, я спросила у нее, где она находится, так как знала, что в такое время она обычно бывает в центре города. Аделе сказала, что идет в ресторан «Аппетит», позвала меня туда, но я сообщила, что я на совещании рассказала ей, что в городе была стрельба. «Услышав это, Аделе удивилась, так как не знала о произошедшем. Примерно в 15.40-15.43 часов дня я пришла домой к своей сестре Сыщи Бигава Саиде, оставила сумку и пошла домой к Аделе. Была у нее до 15.50-16 часов дня». Следующий свидетель обвинения – Валериан Шанава, муж родной сестры подсудимого Абханба. Об убийстве на набережной свидетель услышал в тот же день. Затем дошли слухи о том, что Беслан Бганба якобы причастен и ранен. Спустя месяц после преступления Беслан Бганба появился на пороге дома Валериана в селе Губ. «Собака, она лает, начал, я вышел, с дома смотрю, стоит, ой, шо, я его сразу, сразу же, я говорю, ты живой, что случилось, ты ранен, вот так я сразу ему, задал вопрос. И он говорит, какой я ранен, я говорю, давай, начал раздеваться, на, посмотри, говорит, везде. Ну, я сам дважды раз ранен, я знаю рано, что такое. А когда я, вот, я видел у него вот эти шрамы, не то, что там один, много, там 10, 15, я не знаю, так полностью, оба, а чего скрывать, он там что-то делал насчет этого. А? Поняли, да? Да. Вот этот шрам я увидел, он начал так смяться. А никакой я свежей раны не увидел. Когда этого не увидел, я обрадовался». Со слов Валериана Шанава, Бганба пришел без вещей, но с автоматом. В свой дом свидетель его заводить не стал, предложил остаться в другом доме у племянника. Также свидетель подчеркивает, что предложил Бганба сдаться, раз он ни при чем, но тот отказался, сказал, что его подставили. «Давай, говорю, ничего, если нету, сдавайся». Вот он, он говорит, вот-вот скоро, говорит, вот правду узнают, я потом, говорит, вот и все. Сплетно говорят, говорит, как будто я угрожал, якобы угрожал. За это, говорит, меня ищут и меня подставили, говорит. «То есть, зная, что у них плохие отношения, кто-то его подставил?» «Кто-то подставил. Не плохие, он меня не сказал плохие. Я там, что слышал, это я не знаю. «А кто значит угрожал?» «А? Как будто он, якобы, угрожал. Вот так говорили там. Ну, у нас все нормально, с ними-ка». В селе Губ Беслан Бганба находился до мая. Свидетель Шанава помогал ему продуктами, лекарства не приносил. Приезжали ли к подсудимому гости, не видел. О том, что Бганба в розыске, Шанава знал, плюс имел дома незарегистрированное оружие. Впоследствии за это и укрывательство Шанава получил три года условно. Когда вопросы у обвинения закончились и адвокаты хотели задать свои, Шанава вспомнил, что Бганба просил его организовать встречу с представителями фамилий Шамба и Авицба. «Он говорит, хорошие ребята есть, авицбовцы, шамбовцы. Я хочу, что, говорит, они меня смотрели. Вот это насчет рана. Давай вот это организм. Каждую неделю, 10 лет приходил же. Вот это когда будет? Вот это когда будет? Вот он мне говорил. Ну, я не смог. Я сказал, вот это сейчас они горячие, все бышные. Не надо это встречать. Вот так. Я не разрешил. Хотел, хотел показать, хотел. Потом поздно будет, говорит. Время пройдет, говорит, а вот это шрам, видишь, говорит, вот там они скажут, вот это ранение, вот это ранение. Прокурор Даур Амич баходатайствовал о прочтении показаний Шанава данных в ходе предварительного следствия, так как на суде он сказал, что история об избиении в Дранде – это сплетни, а на предварительном следствии он говорил иначе. Адвокат Марина Тания настояла на том, чтобы еще раз задать этот вопрос свидетелю. Какой был ответ? Якобы, якобы, как будто Дранский СИЗО, он был там избит, да, вот так избит, и за это меня подозревают. Вот за это я пришел, за это ищу. Еще одно расхождение в показаниях свидетеля заключалось в том, что на предварительном следствии он говорил, что Бганба пришел к нему в апреле, и спустя 8-10 дней его задержали. На суде же Шанава настаивал на том, что Бганба пришел в декабре и пробыл в селе Губ до мая. Суд снова перешел к рассмотрению ходатайства прокуратуры. Часть адвокатов выступила против оглашения показаний Шанава, часть – за. За неоднократные нарушения регламента суда подсудимые Бганба и Чкаду о решениям судимой Эквициния были удалены из зала суда. Оставшиеся подсудимые также высказались против оглашения показаний. Суд принял решение удовлетворить ходатайство. Я стал расспрашивать его, зачем он ко мне пришел. Он стал объяснять, что его оговорили и ошибочно обвинили в убийстве Шанба Авитсба Якиртава. Говорил, что не совершал никаких убийств, а все окружающие решили, что сделал это он по причине того, что был избит по указанию Шанба Авитсба, будучи в Дранском СИЗО. Также он рассказал мне, что после указанных избиений звонил Шанба Авитсба и в ходе телефонных разговоров пообещал их убить, когда освободиться. Однако позже он остыл и не собирался осуществлять свои угрозы, а его враги использовали эти слова и специально убили указанных парней, чтобы повесить на него эти преступления. Свидетель Валериан Шанава свои подписи под протоколом подтвердил, однако от своих слов о том, чтобы Ганба после избиения угрожал потерпевшим убийством, отказался. Какой исследователь вообще не спросил меня, на 5 минут, давай на 5 минут поговорим с Шанба Авитсба. То есть мы такого исследователя не говорим? Нет, вот клянусь Бога, вот кому я сказал. И как сказал, по-бхазски я скажу, а вы не верите. По-бхазски я сказал, аш, дзюрюровая. Да ты можешь говорить так. Вот не даю. Как я сказал, мне позвонил, мне позвонил бы тот же день убитый был же. Тот же день убрали бы, если вот таким людям позвонил бы, я вас убью. Зачем вы меня так делаете? Я что? Я сказал, вот человек. Я не болит войны, герой Абхазии. Я не вчерашний пацан. Что вы меня делаете? Я косты, я косты. Обстановка в зале не позволяла продолжить заседание, и суд ушел на перерыв. После него свидетель Шанава не явился в зал суда. Сторона обвинения заявила, что к нему вопросов больше нет и можно продолжить заседание. Но адвокаты возразили, что вопросы к Шанава есть у них, поэтому слушание отложили. В связи с тем, что продолжить судебное заседание не представляется возможным, как уточнили адвокаты, имеют вопросы к свидетелю данного Шанава, в связи с чем дело откладывается и будет он повторно приглашен, вызван в суд для дачи показаний. Свидетеля Валериана Шанава повторно пригласят в суд для дачи показаний во вторник 1 марта.